Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вот такая задача. Я не знаю, в последнее время, чуть ли не на каждом сеансе, в воскресном или субботнем, люди выбирают подобную тематику, именно в частности эту картинку, видите, какая она затроганная, вот, с трудом отмыл. Поэтому хочу вам показать ее, ну и тем более, что сельская тема очень многих нас, горожан, волнует. Итак, те, кто смотрит мое видео, уже знают, с чего я обычно начинаю. С фонового пятна, которое дало серебристое настроение всем деталям пейзажа. Серебристый цвет дал серебристое звучание освещенным местам. Вот с этого серебристого мы и начнем. Возьмем разбавитель, возьмем белило, возьмем голубенький и розовенький. Там достаточно бледная ситуация. Вот эту бледную ситуацию мы и наберем на весь холст. Нам нужна некая среда обитания. Вы видите, я сейчас на холсте веду себя, как на палитре. Это нормальное явление. Задача не архи-сложная, чтобы со всей идентичностью подбирать цвет. Голубой и розовый дали красивенький фиолетовенький цвет. Я его набрасываю на весь холст, создавая среду обитания. Возвращаясь к шару. Я небольшую версию свеялись к шару. А ты не Enter. стоит вопрос о количестве краски о ее разжиженности это сметанный замес то есть густота краски напоминает такую стабильную сметану не какую-то разжиженную или наоборот слишком густую, вязкую просто сметанный замес на палитре у нас как всегда очень мало красок самих объемов много а перечень очень незначительный это марс коричневый темный прозрачный розовая краплак розовый прочный кадми желтый светлый голубая фс и зачем то я подбросил бирюзовую ну пригодится количество краски которое стоит бросить на хвост такое чтобы когда я мастихином захотел краску придавить есть что придавить вы видите придавливать есть что появляются сгустки лишней краски которые можно присобрать вниз туда сбросить таким образом можно всегда тестировать количество краски на холсте особенно для новичка который еще не толком не сориентировался то есть это хорошее плодородное количество краски на холсте мало того придавленная краска придавленная штрихом плашмя мастихина вы видите это было плашмя спокойное такое распределение и красочка уселась красиво выкрашенно то есть нет бороз штриха есть такая упакованность мерцательность неба как и прилично небо теперь посмотрите темный и светлый не очень контрастно отличаются друг от друга если здесь внятно темный внятно темный внятно темный то есть здесь некий полутон светлого или полутон темного но зато внятна разница света и тени разница очень внятна то есть достаточно равномерное светлое пятно достаточно равномерное темное пятно Вот это мы должны с вами произвести Научиться сравнивать пятна Очень важная вещь Степень темности В живописи работа в тоне То есть степени темности важнее Чем работа в цвете Хотя обычно люди, новички Считается, что боятся цвета А бояться нужно неточности в тоне Вот такие доскообразные укладки Совершим на домике На крыше Меняя периодически цветовые проявления Чуть дополняя эту тональность То более светлым Ой, то более розовым То более фиолетовым То более грязным, коричнево Зеленым Вот такие звучки И вы видите характер укладки Я думаю, что на замедленной съемке Многое прояснится И рыжеватые, розоватые Такую борозду ставим Вот они доски Вот они Горизонтальная доска Перекрывает Или доска Или еще что-то Перекрывает Макушку Дома Похожим образом И в этой части Теперь более светло Более разбеленно Ага, недостаточно светло Дополним Вы видите Я сначала положил Просто внятно светлое пятно А теперь Упакую краску Бороздами Доскообразно Вы видите Я припачкал Макушечку И вверх Вот этой темнотой И тоже Распределил Так Чтобы кур нарисовать Мы поступим Так Поставим Некие Треугольники А теперь К этим треугольникам Пристроим Цвет Головочек На мячик На ножки Видите Вот беру комочек Белил Вытягиваю Ножки И теневая Тень упавшая От этих ребят На плоскость Может быть Может быть Еще и Чуть-чуть Тенистого Цвета Вы видите Я просто Вот этот Синьку Которая у меня От неба Осталась Я чуть Снизу С боков Ну вот Такие Треугольнички Куроподобные И колесико Там забавное Его еще Начертим Там оно Здесь Но поскольку Курный Здесь поставили Я уже всех Кур не стал Перечислять Колесико Утонет В траве Вот здесь Серединочка И к нему Какие-никакие Спицы Это Кстати Одна из Задач Которую Можно было Бы Вполне Выполнить По-сухому Имея Возможность Легко Облокотиться И не Вязнуть В густую Краску Мы его Хотя бы Сейчас Обозначим Не хочет Сильно Обозначаться Я его На нем Застревать Не буду Травой Прикроем Ну вот Намек На На колесо Не вкусно Он там звучит Убираю Так же И вы поступаете Если Не лезет Вкусно То пусть Не портит Хотя бы Вид Вы видите С ним Расправился И Снова Все Прилично То есть Места Которые Не хотят Получаться Это не значит Что надо Упереться И все Таки Их Сделать Значит Напомню Будет У нас Еще Сеанс По-сухому По-сухой Красочке Чтобы мы Увидели Какие еще Возможны Трюки В этой Картиночке И Как следствие В других Похожих Задачах Еще раз Напоминаю Что Не все Сайты Которые В эфире Существуют В интернетовском Мои Есть пиратские Сайты Мои сайты Перечисленные Сейчас будут На экране И вы сможете Обращаться Уже По существу К моим Представителям Не Связывайтесь С пиратами До свидания КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ